физкульт привет друзья и ученики просто случайный зритель решил снова сходить к бассейну позагорать пока буду идти расскажу вам что я думаю о новой зарубе шредера с таким уже можно смело говорить известным популярным блогером фитнес-блогером как добромилем кстати парень действительно очень хорошо поднялся у него еще буквально полгода назад было подписчиков меньше чем на моем канале 1000 1000 на 20 но сейчас у него уже намного больше уже 230 тысяч по моему подписчиков у него и первое что хочу сказать что очень-очень не красит шредера и что мне не понравилось а пока я высказываю свое мнение любуйтесь видами которые открываются на местность вот где я живу это я вот вышел из дома и иду к бассейну не завидуйте друзья все могут так жить кто захочет главное прилагать для этого усилия почему я это говорю потому что то же самое хочу сказать о шредере когда он начал говорить о том что добромиль там накручивает подписчиков делает просмотры себе но во первых друзья никто сейчас подписчиков не накручивает немало кто накручивал вообще когда-либо их по той простой причине что это очень глупо ведь youtube платит деньги за просмотры и если вы накручиваете что-то себе на канале вы рискуете что ваш канал закроют раз и навсегда без каких-либо объяснений и прав на восстановление я не думаю что человек какой-нибудь здравом уме пойдет на такой риск по той простой причине что добромиль тоже не первый день не первый год на youtube и все-таки наверняка дорожит своим временем своим каналам и не будет так рисковать а шредер ну проявил себя очень некрасиво на мой взгляд высказывая именно такие предположения но даже не некрасиво он просто показал что он реально просто завистливый человек ведь он делает то же самое ну и все мы кто снимает какие-никакие блоги вот я сейчас снимая обзор на это их не совместное видео потому что добромиль тоже выпустил ответ шредеру на его заявление все мы стремимся набирать как можно больше просмотров подписчиков несмотря кому для чего это нужно кто-то на этом зарабатывает я на этом не зарабатываю но и мне приятно когда у меня много подписчиков много просмотров это что касается того что шредер говорил да и в принципе о других тоже наверняка он так говорит и все кто говорит в таком тоне в таком направлении на мой взгляд просто завистники ох гольфисты потеряли мячик завистливые люди сделай то же самое докажи говорить о том что кто-то накручивает подписчиков и просмотры но настолько нелепо это не инстаграм где до сих пор позволяют так себя довести но я думаю это тоже скоро прекратится потому что инстаграм тоже платит хорошие деньги сейчас кстати больше денег за рекламу и по-моему вся реклама постепенно перетекает с youtube в инстаграм для рекламодателей эта платформа гораздо интереснее сейчас такие вот дела что касается того что добромель советует принимать постоянно дрищам быстрые углеводы ну это показывает только о том что он впрочем как и шреддер тоже не понимают значение забыл код преимущество силы что можно вскрыть замок без помощи кода вот такой у меня бассейн чуть ли не эксклюзивный мой здесь практически никогда никого не бывает сейчас вам покажу такое вот шикарное место три бассейна один бассейн такой вот мощный большой с обычной водичкой вот там вы видите водопад там бассейн с реально ледяной водой но вот рядышком правее там джакузи там реально горячая вода и я вот люблю после тренировки попрыгать с горячего бассейна в холодный с холодного в горячий чувствую как мощнейший заряд получаю энергии что самое главное кровь начинает быстрее бегать по организму там вот мы вечеринки все проводим бесплатно абсолютно кто хочет только надо убирать за собой иначе тогда будешь платить так здесь шумно но просто покажу вам что вот там у нас есть спортзальчик когда мне в лом ехать заниматься спортзал я иду вот в этот зал не знаю вы видите его там отсвечивает все от зеркал может как-нибудь если вам будет интересно пишите я сделаю обзор на этот маленький зал что там есть он есть в любом американском серьезном комьюнити чем серьезнее комьюнити тем там интереснее зал вот этот бассейн холодной водой вот это джакузи здесь вот еще одна площадочка здесь наверное мы присядем и будем делать сегодняшние ролики а сегодня я вам расскажу еще много интересного не в этом видео но сниму ролик часть роликов ответы на ваши вопросы по поводу того как поступать когда ваше жиросжигание похудение приостановилось а вы уже подошли к грани того насколько можно понижать калорийность вашего питания и оставаться при этом здоровым все это очень важно конечно об этом будем говорить сегодня давайте еще немножечко поговорим о конфликте если так можно сказать между шредером и добромилем вернемся к нашим бараном а именно к инсулину и к пище с высоким неправильно говорить на самом деле гликемическим индексом в том контексте о котором рассуждают что шредер что добромил а нужно говорить именно о инсулиновом отклики инсулиновом им дексе это не так кое давнее понятие мало кто о нем знает и любая пища как вы знаете способна вызывать выброс инсулина но это гликемический индекс то насколько сильным и когда произойдет этот выброс это уже инсулиновый индекс и инсулиновый отклик именно поэтому не советую никому есть молочку особенно творог на ночь как советует большинство и вы знаете что в интернете есть много роликов якобы глюкометром там люди ели творог и мерили уровень инсулина насколько он повышался или нет так вот одна из моих учениц она медик она повернута на правильном питании тоже прочитала мою статью про инсулин изучила видео которые я снимал на эту тему и есть самой стало интересно на у себя в лаборатории имея абсолютно свободный доступ к этому сделала реальные замеры так вот я думал что инсулин повышается после того как вы съели творог где-то часа через два так нет оказалось через 45 минут мы делали каждые 45 минут выброс через 45 минут уже был очень высокий самый высокий выброс инсулина после молочки но тоже не сразу как вы понимаете да и и через два часа он наоборот сошел уже на нет о чем это говорит делайте выводы сами и что касается пищи и что советует добра миль я сове я согласен со шредером что нельзя так поступать даже если вы дрыщ хотите жечь жир хотите набирать мышечную массу умейте грамотно понимая процессы или даже не понимая просто слушайте опыт людей не хочу намекать на себя но вот посмотрите татьяну как мы подготовили никто не верит даже здесь американцы мои ученики которых я тоже тренирую девчонки видя как я ее тренирую не верят что она не делает кардио не качает пресс но таня до сих пор ест быстрые углеводы сразу по окончанию тренинга сразу друзья вот о чем я всегда говорю и в чем разница потому что теория эта теория о том что когда мы понижаем калорийность когда она в профиците да мы худеем а когда она в дефицит наоборот когда она в дефиците мы худеем когда в профиците мы набираем если придерживаться только этого то логически продолжая дальше размышления можно есть абсолютно все что угодно абсолютно просто не перебирать с калориями то есть вы можете питаться тортами пирожными да как советует добромил правда я не знаю это шредер сказал насколько ли он советует потому что в ответах шредеру добромил сказал что он советует добирать только но опять-таки если это делать грамотно после тренировки быстрыми углеводами будет польза если же вы будете не разбираясь слушая советы неважно кого есть быстрые углеводы первой половине дня вечером без гарантии будете только жиреть ни о каком жиросжигание не может быть идти и речи вообще абсолютно задумайтесь об этом и представьте что будет с вами если вы будете есть одни булочки пирожные при этом не добирая даже калорий или находясь на своем на своей середине во что вы превратитесь не забывайте что мы то что мы едим я уважаю шредера за то какую форму он достиг но если сравнивать шредера и добромиля то добромиль гораздо симпатичнее в этом плане симпатичнее с точки зрения того что он преподносит людям уроки причем на своем примере он тоже сбросил очень много килограмм и по крайней мере к ранним его советам ко всем можно прислушиваться потому что человек достиг определенного уровня и он это показывает на себе шредер красавчик но шредер ничему практически грамотному вас не учит а советует что это работает а это не работает потому что я это пробовал а это я не пробовал это нам не подействовало это не подействовало но это детский лепест и по крайней мере добромиль не преподносит себя той отвратительной манере в которой делает это шредер и многие его за это не любят и не уважают потому что такое снисходительное отношение своему зрителю там пускай даже хейтеры я думаю что хейтеров у него наверное даже больше чем поклонников ну это неправильно с моей точки зрения и самолюбование так и назвал бы канал тогда свой но если вот выбирать к примеру по чьим рекомендациям тренироваться конечно же я больше посоветовал людям обратить внимание на канал добромиля в принципе что вы и делаете на мой взгляд потому что сейчас его канал в топе и люди устали от борисова устали тем более от спаса кукотского который тоже уже не знают что делать чтобы удерживать аудиторию и все это на мой взгляд смешно нужно определиться друзья кто вы блогер блогер о чем я говорю хотите ли вы просто пиарится как шредер или вы хотите преподносить людям какие-то полезные уроки делиться своими советами ну и естественно нужно относиться с уважением ко всем своим зрителям ко всем своим хейтерам потому что хейтеры зачастую и сподвигают нас блогеров делать свою работу лучше качественнее потому что любая критика даже вот такая которая подается в виде говна она все равно наверняка полезна но я смотрю только через призму того как я воспринимаю это все я стараюсь сделать больше полезных образовательных роликов но вы просите меня вы любите мне приходится тоже делать ролики подобного плана не знаю давайте сделаем так если вам нравится если вы за позицию добра миля поставьте лайк если вы за позицию шредера ставьте дизлайк но рассматриваем именно сейчас общую подачу информации чей канал приносит больше пользы но естественно если добра миль действительно советовал дрыщам неважно кому постоянно есть быстрые углеводы с высоким гликемическим инсулиновым индексом то я не рекомендую вам этого делать просто напросто изучите мою статью инсулин кстати это больше не мои размышления хотя они там тоже присутствуют это в первую очередь современные исследования и вся информация которую я даю вам по инсулину подчеркнуто мной теоретически из трудов современных ведущих диетологов и опробовано на практике а вы знаете что я советую только то что действительно сам опробовал на себе на своих учениках вот я слышал что добра миль советовал есть нутеллу друзья вот этого категорически нельзя делать я даже не советую есть ее после вашей тренировки лучше съешьте банан лучше съешьте сахар темный шоколад но нутелла это абсолютное говно которое не должно присутствовать в вашем рационе вообще никогда потому что это транс жиры а мы знаем с вами что можно есть то что угодно гмо но только не транс жиры главное понимать что и когда есть но транс жиры нельзя есть никогда ну ладно друзья надеюсь вам было просто интересно посмотреть данный ролик он в принципе не нес в себе никакой серьезной информации новой для вас который вы ранее не видели в моих роликах так что успехов всем и позитива надеюсь что к вам тоже скоро придет солнце а если нет то приезжайте к нам во флориду она у нас круглый год успехов всем друзья пока а Продолжение следует...